Депутаты законодательного собрания предложили снизить налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения до 3%. Этот вопрос заместитель председателя, председатель комитета по бюджету УЗС Роман Титов с кировскими бизнесменами обсудили вятско-торгово-промышленной палате. С 2020 года для продавцов лекарственных препаратов и обуви действует новая система маркировки товаров. У этих бизнесменов теряется возможность применять единый налог на вмененный доход и им необходимо перейти на другие налоговые режимы, в их числе упрощенная система налогообложения. Чтобы поддержать предприниматели, депутаты законодательного собрания выступили законопроектом, изменяющим налоговые ставки по упрощенной системе. Очень много вызовов, с которыми мы столкнулись с первой мэрой текущего года. Это обязательно маркировка товаров, введение электронной цифровой подписи, чипирование товаров. Для того, чтобы в определенной степени снять налоговую нагрузку, мы в переходный период, в 2020 год, своим законопроектом предлагаем снизить ставку налоговую с 6 до 3%. Считаем, что существенно поможет нашим товаропроизводителям в переходный период. При этом депутаты ставят перед собой задачу не потерять объемы налоговых поступлений и сохранить работоспособность регионального бизнеса. Вопрос увеличенной налоговой нагрузки сейчас волнует бизнесменов практически всех регионов России. Законодательно помочь предпринимателям собираются в 10 субъектах, в том числе и в Кировской области. Мы поставили задачу создать в регионе стабильные, понятные, льготные условия для тех предпринимателей, которые лишатся все равно по-любому в этом году права применять един налог на обвиненный доход. Впервые мы воспользовались своим региональным правом и установили льготные налоговые ставки в первом чтении. Это 4% по системе дохода, 7,5% по системе дохода минус расходы. И как мы уже говорили, мы с людьми разговариваем, и сейчас становится понятно, что 4% это многовато. Максимум, что мы можем себе позволить, не возлагая нагрузку на региональный бюджет, не увеличивая ее, это 3% по системе дохода. Законопроект планируется сделать базовым для видов бизнеса, которые лишатся права на единый налог, на обвиненный доход и в дальнейшем. Законопроект во втором чтении рассмотрят на пленарном заседании ОЗС, которое запланировано на 12 марта.